Алло, слушаю вас. Алло. У меня добрый день. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Сиди Иванович. Да, кто это? Здравствуйте, здравствуйте. Кто это? В Московой банке у меня озвучили по кредиту номер договора, который на 202 заканчивается. Скажу, что на должность 33 дня стоило 6100 рублей. Почему не обучили по графику? Ой, еще раз, пожалуйста. Я понял одно, что вы из Москвы звоните. Все остальное, мы очень быстро проговорили, и я не допонял ничего вообще. Просроченную должность у вас номер договора, который на 202 заканчивается, 33 дня стоило 6100 рублей. Почему не обучили по графику? Я не могу сказать, на какие цифры заканчивается мой номер договора, но я догадываюсь, что вы звоните мне из банка. Верно? СКБ банк, да, СКБ. А, СКБ банка. Угу. Так, я вас слушаю. Что? О чем-то надо пообщаться нам с вами? Просроченную должность у вас 33 дня, причем по графику платежу не внесли. Ой, да, конечно, я готов вам прокомментировать свое поведение, не совсем правильно. Пожалуйста, напомните, как к вам обращаться. А то вы быстро сказали. Да, Юлия. Юлия. Да, ну так мне удобнее. А то звонят с других банков и говорят, какой-то там старший советник, старший специалист. До судебной взыскания. Меня недавно напугали. Всего-то 12-15, вот вам больше всех затяну, уже судами пугают. Я не знаю. А вникнуть в то, что человек от науки занимается тем, чем ему дано. Я сейчас пишу диссертацию. И у меня нет ни желания, ни возможности, ни настроения думать о деньгах. Вот об этой вот грязной субстанции, так назову ее. По-другому у меня слов никаких не набирается. Я у всех прошу, дайте мне небольшую отсрочку. И все. Я напишу диссертацию, получу гонориат. И, конечно же, начну все взаимодействия со своими уважаемыми взыскателями. Могли бы вы пойти мне навстречу хотя бы немножко? Ну, отсрочки, вы скажете, у вас нет плюс там, тем более отсрочка у вас так уже нет. Ой, душечка, я вас попрощу, не говорите так быстро. Я понимаю, что вам нужно максимум контента выдать. Я еще раз повторю. Я не простой какой-то проходимец. Я все понимаю. Я оцениваю совершенно здраво. И дело в том, что у нас таких, как вы, тоже много. Ой, простите, я неправильно сказал. Таких, как я. Ну, так что наука? У нас такая наука. Такие деньги платят. Поэтому, пожалуйста, говорите нормально, внятно. И мы с вами нормальный диалог выстроим. Конструктивный. Пожалуйста, будьте любезны. Говорите не быстро. А срочки в ВСКБ банке нет? У вас и так уже просрочка уже около месяца банка. Вас о чем ждать-то должен? У вас в договоре есть обязательства. Вот вы ускоряетесь опять. Ну, что это такое? Опять ускоряетесь. Решите вопрос с оплатой. Вот буду отвечать только на те вопросы, которые я понял. Я услышал от вас, что у меня теперь нет никакой возможности. Но я делаю выводы. Вы решили у себя там, что от того, что вы мне делаете звонки, у меня каким-то волшебным образом появятся деньги. Душечка, я спешу вас разуверить. Я человек прагматичный от науки. И я понимаю, что чудес не бывает. Чтобы получить некую сумму, нужно взять ее и заработать. Вот смотрите, я взял у вас деньги. Потратил их с умом. Я их не потратил на телевизор, на телефон. Я купил препараты, колбы. Я двигал науку вперед. Почему со мной никто не хочет быть солидарен? Почему? Ответьте мне сейчас же. Только не быстро. Есть договор, есть обязательства, должны выполнять. Так я не отказываюсь выполнять никаких обязательств. Понимаете, мне нужна срочка. Я считаю, что я человек особый. Я был около ваших отделений из Беребанков, всяких там, из Берекас, других банков. Я видел, что за контингент к вам заходит. Неудачники. Люди несчастные. Люди идут, берут, а потом не знают, как отдать. Я в отличие от них отдаю себе отчет. Я понимаю, что в банке работают нормальные здравомыслящие люди. И они, я надеялся, они поймут, когда я им скажу, что я взял деньги в науку. Но мне один умный друг сказал, что когда будешь оформлять кредит, не вдумай ни в коем случае сказать, что ты для науки берешь. Вот там девушки, которые сидят на выдаче кредитов, они ничего в науке не понимают. Я и не сказал. Я и не сказал, что я для науки беру. А я взял эти деньги и потратил на реагенты, всевозможные фиксажи. Я и не сказал, что я заставлю.